Дорогие друзья, здравствуйте! Я Ташенов Максим и это программа Сила Слова. Серия программ, которую вы будете смотреть, я хочу посвятить особой теме, которая называется одиночество. Я хочу говорить о ценности взаимоотношений между людьми. Ценность взаимоотношений с Богом, ценность взаимоотношений с семьей, ценность взаимоотношений с друзьями. И как быть мудрым, чтобы все это поставить в своей жизни правильно. Я хочу помолиться сейчас, чтобы Бог даровал нам мудрость и откровение, поскольку Бог создал нас существами социальными. Мы нуждаемся в общении, мы нуждаемся в друзьях, мы нуждаемся в помощниках, мы нуждаемся в тех, с кем хотели бы проводить время. Бог нас сделал такими. И когда есть определенные нарушения в этом, когда мы живем не так, как Бог хотел бы, чтобы мы жили, мы подвергаем себя определенным страданиям, одиночеству. И это состояние, которое сегодня известно огромному количеству людей. Итак, дорогие, давайте помолимся с вами. Дорогой Господь, благослови сегодня нас и благослови всех наших зрителей. Благослови сегодня нас мудростью строить нашу жизнь по твоему образцу, так, как ты этого хочешь. Благослови нас Бог во имя Иисуса Христа. Аминь. Я также хочу поблагодарить всех драгоценных партнеров, помощников, кто помогает делать этот телеканал, помогает вещаться, проповеди Божьего Слова. Спасибо вам большое за вашу поддержку, за ваше партнерство. Пусть Господь обильно воздаст вам во всяком деле ваших рук. Аминь. 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 Итак, мы продолжаем с вами говорить об одиночестве и о том, что необходимо предпринять, во что необходимо веровать, что необходимо говорить тогда, когда вы испытываете это состояние. И я очень часто в моих программах говорю из своего собственного опыта, из того, что мы пережили в нашей семье в 2016 году, и вот уже 5 лет прошло с тех пор. И это было состояние, когда ничьи слова и ничьё утешение не приносили желаемого эффекта в моей жизни, в моём сердце. Люди приходили, когда они узнали, что у меня онкология, и когда они приходили, и пытались утешать, и пытались помогать, пытались как-то говорить внутри своего сердца, я понимал, всё, что они говорят, не доставляет мне никакого покоя. То есть я не мог успокоиться, чтобы не говорили эти люди. И уже в тот момент, тогда я начинал осознавать, что мне необходимы слова, чей вес или авторитет, влияние, были бы намного более могущественны, чем просто слова людей. Говоря об одиночестве, говоря о том состоянии, в какое попадает человек тогда, когда он вдруг слышит о банкротстве, что на счетах не осталось ровным счётом ничего. Когда один из партнёров говорит, я оставляю тебя, я ухожу от тебя. Когда врач заходит и говорит, мы, к сожалению, с этой болезнью вашей поделать не можем ровным счётом ничего. И те надежды, которые вы возлагали, и те ожидания, которые у вас были, те планы, которые вы строили, под собой больше не имеют никакого основания, и вы вдруг испытываете, что больше нет помощи, больше нет помощника, больше нет человека, больше нет никого ровным счётом, кто могли бы вас хоть как-то спасти, хоть как-то помочь. И вы чувствуете себя абсолютно, совершенно одиноким. И я испытывал это состояние в 2016 году. Я ещё раз повторюсь, люди приходили, говорили, утешали. Но очень часто люди, которые приходили, и подчас это были друзья, близкие люди, когда они говорили, то в их глазах я читал, словно приговор. То есть они смотрели, они знали, что у меня онкология. И разговаривая со мной, они имели такой, скажем так, траурно-печальный вид лица, что мне ни на мгновение не становилось легче от того, что эти люди были рядом. И наоборот, я просто хотел, чтобы подобные разговоры и подобное жалеющее меня отношение было как бы проявлено ко мне. Я в этом абсолютно не нуждался. Мне нужна была твёрдость. Мне нужен был дух веры. Мне нужен был покой. И всего этого я не находил. И первое, что я хочу сказать, я хочу поставить сегодня или говорить сегодня о трёх уровнях взаимоотношений, которыми или над которыми необходимо потрудиться. Если вы сегодня тот человек, который остались один на один со своими финансовыми проблемами, один на один со своими тяжёлыми диагнозами, один на один со своими семейными проблемами, и вы просто в отчаянии, вы не знаете, за что взяться, и что предпринять и будущее кажется таким мрачным и пугающим, я сегодня хочу разговаривать именно с вами. Три уровня взаимоотношений, над которыми необходимо поработать. И я также хочу сказать это людям, людям, которых в семье, которых, скажем так, есть человек больной. То есть вы являетесь близким партнёром или другом для человека, у которого вы видите есть эти проблемы. То есть если кому-то из ваших близких родных диагностировали какую-то тяжёлую болезнь, если это ваш муж или ваша жена, который проходит через банкротство, и вы видите, что он подавлен, он угнетён, и он безрадостный, с ним что-то происходит, и вы всем сердцем желаете помочь ему, эти программы специально для вас. Поскольку мы сегодня будем говорить о взаимоотношениях, над которыми надо поработать, и которые также являются одной из самых важных составляющих в жизни людей, которые нуждаются в Божьем чуде. Я даже представить себе не могу, что произошло бы со мной, если бы рядом со мной не была моя семья. Что произошло бы со мной, если бы у меня не была такая жена, которая исполнена верой, силой. Что было бы со мной, если бы у меня не был такой сын, который мог бы молиться за меня, и дочь, которая бы так сильно любила меня. Эта семья, или это окружение, или те отношения, которые мы имели, являлись одной из самых главных составляющих того чуда, которое произошло в нашей семье в результате того, что мы были вместе. И я благодарен также Господу за друзей, которых Он мне дал и которых я нашел. Друзья, которые имеют дух веры. Не просто печаль, не просто приходят к тебе и говорят, ну что же поделаешь, такова жизнь, такова судьба. И словно подливают масло в огонь, и так все плохо. А после беседы с такими друзьями, с такими людьми становится еще хуже. Которые словно помогают тебе утонуть как можно быстрее. И сегодня я буду говорить об этих трех уровнях взаимоотношений, которые надо построить. И благодаря которым вы можете получить ваше чувство. И одиночество исчезнет навсегда из вашей судьбы. Первый уровень отношений, который бы я сегодня хотел сказать или хотел бы утвердить взаимоотношения. Это взаимоотношения с вашим Создателем. Вы пришли в этот мир не случайно. Вы пришли в этот мир по Божьему замыслу. Жизнь вам даровал Бог. Вы известны Господу. Он знает, где вы живете. Он знает, через что вы проходите. Библия говорит, что даже ни один волос, он не упадет с нашей головы без ведома нашего небесного Отца. Если Богу известны такие мелочи, как волосы на нашей голове, и они сосчитаны нашим Творцом, будьте уверены в том, что и ваши мысли, и ваши слова, и ваши обстоятельства, они также Ему известны. Вы не один. И очень часто люди, которые пренебрегают в своей жизни, даже верующие люди, которые пренебрегают в своей повседневной жизни молитвой, изучением Божьего Слова, хлебопреломлением, поклонением Господу, скорее всего, тогда, когда в нашу жизнь врывается шторм, и приходит дождь, и создается определенное давление, случаются определенные трагедии, и люди попросту не готовы противостоять всему этому шквалу, которые врываются в их жизнь по одной простой причине. Они не потратили время тогда, когда все было спокойно, хорошо, гладко, ровно и счастливо. Они не удосужились прибегать к Богу, чтобы молиться. И как сказал один замечательный служитель Божий, он сказал, построить дом во время шторма очень сложно, но возможно. И я также говорю, что в нашей жизни, тогда, в 2016 году, мы также приступили к строительству Дома Веры, наших взаимоотношений с Господом по-новому, и все это происходило во время шторма. Все это происходило во время тех потрясений. Можно было бы заранее все это сделать, укрепляться Богом, познавать Его Слово, размышлять и заниматься обновлением ума до того, скажем так, за 20 лет до того, как грянул гром и рак он вошел в нашу жизнь. Но по Божьей благодати, по Божьей милости, когда Дух Святой обучал и вел нас истинно за истинно в отношении исцеления, в отношении Божьей воли, нам удалось таки построить твердый дом. И я благодарен Господу за это. Мы увидимся с вами через минуту. Дорогие друзья, наши партнеры, драгоценные партнеры служения силы Слова, Бог да благословит вас. Вещание этой программы стало возможно благодаря вашей щедрой поддержке. Пусть Господь обильно благословит в ваших даяниях, в вашей вере, в вашем посвящении. Я верю, что Бог будет обильным, уникальным образом благословлять каждого, кто принимает участие в распространении Евангелия. Я также обращаюсь к тем, кто хочет стать нашим партнером. Если вы хотите стать партнером служения силы Слова, напишите по номеру, который вы сейчас увидите на ваших экранах, и мы дадим вам хорошую информацию о том, как стать партнером служения силы Слова. Бог да благословит всех вас. Аминь. Вы также можете пожертвовать ваши финансы на нашем сайте octao.church в разделе «Пожертвования». Указав номер вашей карты, дату и трехзначный код вашей карты на обратной стороне, выбрав необходимую сумму для пожертвования и нажав «Оплатить». Служение силы Слова благодарит всех наших партнеров за участие в этом важном служении. Слова благодарит вас за просмотр!